МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что произошло в районе привоза в эти выходные? Это резонансное ДТП с участием трамвая номер 28. В студии для вас работаю я, Наталья Костенко. И я, Сергей Бандур. Действительно, еще одним резонансным событием выходных стало ДТП возле нового привоза. Кто бы мог подумать, что экстремальным аттракционом в Одессе может стать обычная поездка в трамвае, при том на Пантелеймоновской, где обычно зачастую тянутся дичайшие пробки в любое время дня. Даже, пожалуй, пробок там нету только ночью. Тем не менее, на углу между Пантелеймоновской и Екатерининской с рельс сошел 28-й трамвай. Притом сошел так удачно, в кавычках, что зацепил 5 автомобилей, ехавший по дороге Жигуль и еще 4 припаркованных машины. Одну из них BMW X5 просто зажал в столб. Куча напуганных пассажиров, несколько разбитых машин и один разбитый вагон. Вот такой вот итог воскресного вечера на привозе. А все только потому, что, к сожалению, водитель горэлектротранспорта превысил скорость. Об этом сказал, собственно, директор КП Одессгорэлектротранс Дмитрий Жеман. По его словам, на данном участке дороги допустимая скорость для трамваев 15 км в час. В то время, как вчера сотрудник КП ехал со скоростью почти 35 км в час. Наташа, ты знаешь, это очень удобная позиция перевести стрелку на девушку вагона вожата, которая якобы заслушалась музыкой и просто превысила скорость. Там очень сложно превысить скорость, действительно. Притом очень легко свалить на другого человека, когда речь идет о больших выплатах, крупных довольно компенсаций. Ведь там пострадали и автомобили. Но об этом мы поговорим с нашим экспертом, который зайдет чуть позже к нам. А сейчас я предлагаю посмотреть нам и нашим телезрителям небольшой дайджест-сюжет о том, как у нас бьются трамваи и автомобили тоже страдают при этом. Шутка о трамвае, скрывшемся во дворах после ДТП с Мерседесом, звучит смешно где угодно, только не в Одессе. В нашем городе и водители, и пешеходы уже давно привыкли, что безобидный, на первый взгляд, рогатый вагон на рельсах, перемещаться может по очень непредсказуемой траектории. Увидеть трамвай посреди проезжей части для Одессы – это уже норма. Началось с ребенком, стояла припаркованная машина. Трамвай на полном ходу врезался лоб в лоб в машине. То есть хруст, треск, все это разлетелось. Ну, хорошо, что не на пешеходах повезло. Это неудачно перестроился в районе 7-й станции фонтана в вагон, шедший по 18-му маршруту. Происшествие без пострадавших. А вот новенький внедорожник Киа в машине всего 4 месяца просто в хлам. Водитель трамвая говорит, с пути истинного его сбили какие-то неведомые силы. Двигался я с 6-й станции. Стоял автомобиль, Киа на обочине, припаркованный. Резкий бросок вагон увело вправо. Вот и все. Здесь недавно делали ремонт рельсового полотна. Наверное, что-то недоварили. Еще одно место в городе с убогими рельсами – Пантелеймоновская. Вылетевший за пределы полотна трамвай 28-го маршрута калечит сразу 5 автомобилей. Недешевый внедорожник просто вдавило в столб. Сломалась рельса, получается, где-то у него, получается, возле напоев, вот там дальше чуть-чуть. Тоненькая, да, там вот эта вода сломалась, и, получается, передок ехал по этой тонкой штуке. А вот здесь, видать, либо варок или что, его, получается, передок закинуло и повело в эту сторону. Опять проблемные рельсы, опять порча имущества. А для владельцев разбитых машин – месяцы, если не годы судебных разбирательств с гор-электротрансом. Такие они – одесские трамваи. Общественный транспорт массового поражения. Власти не совсем следят за трамвайным покрытием, поэтому, к сожалению, такая ситуация. Вот так, довольно экстремальненько можно покататься на одесских трамваях. А тем временем к нам присоединились гости студии. Это Александр Румянцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Эксперт наш штатный по ДТП. И Игорь Хмурый, наш коллега, эксперт по махинациям с гор-электротранспортом. Олег Александр, первый вопрос будет к вам. Две ситуации, только что видели наши телезрители и мы, где причинен ущерб, притом довольно ощутимый, разбиты дорогие машины. Как можно в таких случаях получить компенсацию людям, насколько это вероятно? И насколько удобно, когда виновником является не КП «Горэлектротранс», который отвечает за трамвайное полотно, а какой-то абстрактный человек, которого можно уволить задним числом и сказать, что девочка вышла случайно на работу, просто музыку послушать? Ну, дело в том, что я сразу с конца отвечу на ваши вопросы. Просто так не получится уволить задним числом и подобную версию предоставить. По одной простой причине. За работника платит работодатель, за причиненный ущерб работника. В данном случае работник управлял средством повышенной опасности. У нас есть отдельная статья в Гражданском кодексе, которая говорит об этой ответственности. То есть, если человека допустили на линию, он же не сам вышел, взял трамвай, какой ему понравился сегодня, и поехал на нем кататься по городу. Нет. Человек был поставлен на этот маршрут, закреплен за ним и так далее. То есть он, как я сказал, не самостоятельный. Соответственно, он в классическом понимании оформленный работник должен быть, и за него будет его работодатель нести им полную ответственность. Потом же работодатель имеет право в порядке регресса обратиться к своему работнику. Но потерпевшего в данном случае это интересует в самой меньшей степени. Что касается взыскания с Горэлектротранса. Это самостоятельная организация, хоть она и коммунальная. Это предприятие, которое имеет собственный бюджет, собственные счета и так далее. То есть я считаю, достаточно удобно будет с него взыскивать. Намного удобнее, чем взыскивать пришлось бы с водителя трамвая, у которого, может быть, никакого нет имущества, и доходов теоретически может уже не быть до конца жизни. То есть, вероятнее всего, пострадавшие в обоих случаях получат компенсацию, а вот вопрос уже, насколько будет эта компенсация полноценной, это уже зависит от тонкости работы юристов. Я правильно понимаю? Да, в полной мере. Более того, по последней ситуации так, скажем так, сложились обстоятельства, что я уже общался с потерпевшим, с водителем БМВ, с хозяином БМВ. И мы выяснили, что трамваи застрахованы. Правда, там ограниченный, там есть лимит ответственности страховика, он всего лишь 100 тысяч гривен. Я так на глаз определил, наверное, 400-500 тысяч ущерба. Но новая БМВ X5 стоит подороже, потому что это легче выбросить? Да, да. Да, это действительно будет, скорее всего, признано физически уничтожено. А зачем тогда поступать, вот как вы считаете, зачем так поступать, пытаться очевидные вещи, казалось бы, скрыть то, что просто убитое трамвайное полотно, а рассказать, что девочка превысила скорость в пробке? Ну, смешно звучит, люди говорят, что трамвай в пробке стоял. Я думаю, проще наказать рядового работника электротранса, чем лицо, отвечающее за безопасное состояние. Тут же вопрос, вы понимаете, еще в безопасности. В дальнейшей безопасности этих путей. То есть, если признать, что эти пути потенциально опасны, надо их демонтировать, проводить работу, вкладывать деньги, да? Да, и кто-то за это должен ответить. А денег в коммунальном предприятии нету, да, Игорь? На самом деле денег в коммунальном предприятии очень даже много. И действительно, если судиться конкретно с КП, то это можно что-то отсудить. Потому что в прошлом году они отчитывались и говорили, что это самое успешное как раз трамвайное предприятие по Украине. И потому что среди коммунальных предприятий они приносят очень жирные, солидные прибыли, но выходят в ноль только потому, что центральная власть не рассчитывается за льготника. Вот, мол, если бы льготники нам рассчитала центральная власть, мы вообще бы все были в шоколаде. Касательно того, почему сделать ту девушку крайней, потому что как бы оно, конечно, не звучало, что будут судиться горы электротранса и так далее, все равно, в любом случае, попробуют сделать ее полностью крайней. Потому что судебные эти все дряги-передряги, они могут очень долго длиться. И если просто сказать, да, действительно, было плохое полотно, то это будет элементарный случай. Если сказать, вот, девушка, вот все эти нюансы, которые вы говорите, каждый этот нюанс надо будет обсуждать на двух-трех ступенях судебных. Сначала первая инстанция, апелляция, опять на первой и так далее, и так далее. Для этого можно 2-3 года, человеку станет скучно, он перестанет судиться. К тому времени уже как бы и гривна скакнет, уже переоценка ущерба. Если просто сказать, что вот полотно, ему, в принципе, и выгодно было сказать, ему сказать, еще миллиард кредит возьмем. Вот тут вот еще возле привоза сделано. Там же у нас сейчас программа развития, вот этот суперскоростной трамвай, который аж на сколько там километров увеличит свою скорость, на 2 миллиарда она заряжена. При этом мы берем огромные такие кредиты и уже половина имущества, как бы, этого коммунального предприятия заложено. Мы взяли в ипотеку 100 миллионов гривен, ну, по крайней мере, Горсовет разрешил, а после того, что Горсовет разрешает, перед нами уже никто не отчитывается, уже на сайте мэрии не появляется. Вот, мы взяли в таком-то, в таком-то банке. Мы только в случайном порядке узнаем, что те 600 миллионов, которые положили, в какой банк? Я случайно на бюджетной комиссии, краем уху, услышал, что вроде Газбанк был. А так у нас заложено больше 10 тысяч квадратных метров в ипотечный кредит, ради того, чтобы мы взяли 100 миллионов гривен. То есть, чувствуете, да, разницу? Мы 600 ложим под 17% и до 25% разрешаем взять 100 миллионов гривен. При этом, когда... Все логично. Все логично, абсолютно логично. Нормальная арифметика даже, причем это выражается в том, что, когда появляется проект решения, пишется улица 25-й Чапаевской дивизии, теперь она уже переименована на картах в Инглезе, номер такой-то с такой-то буквы. Поехали мы искать этот адрес. Что же это за буквы? Нас вообще в другой квартал карта вывела. Мы уже давай у людей спрашивать. После всего, когда проголосовали, эта буква исчезает, это просто депо на 25-й Чапаевской. Мы ошиблись, как бы, ребят. Ну, не парьтесь. Ну, депо заложили. Опечатка. Опечатка всякая была. Если посмотреть, трамваи падали, сходили с рельс уже давно. Этот звоночек был давно. Я еще помню, мой бытный студент, на улице Балковской, угол Молоского, произошел страшный случай. Трамвай покатился, у него тормоза отказали, насколько я помню. Он покатился вниз, по дороге наклонился и упал просто на стоявший автомобиль Таврия, в котором погиб человек. Ну, просто был человек, нет человека. Что жил, что зря. Тогда уже эта проблема была видна. Тогда уже о ней говорили. Но почему-то сейчас, чтобы взять кредит и перейдет. Зачем делать этот скоростной трамвай? Ну, это же смешно. Что за скоростной трамвай? Это нужно сделать ему выделенную линию. То есть скоростный можно назвать трамвай только тогда, когда он не пересекается с другими дорогами. Об этом говорили наши коллеги из проекта Нормально, кстати. Ребята, они еще же измеряли среднюю скорость. То есть то, что говорят превышение скорости, это с какой-то стороны они правильно начали вот эту подоплеку искать, потому что наши ребята проверяли, действительно, трамвай ездит с превышением скорости. По этим ветхим рельсам, в этих ветких вагонах убитых, они вынуждены. И вот эти проблемы рядовых сотрудников никого не волну. Так же, как у маршрутчика, вот у него там от пункта А до пункта Б он должен по точкам ехать с определенной скоростью. Поэтому там он будет тянуться, там он будет шуровать 100 километров. Ему плевать, что этот Богдан на это не рассчитан. Так же и водители трамвая вынуждены. Он должен по плану привезти людей от и до. Они же сейчас еще хотят везти эти GPS-рекеры, где будут щиты, просто ты на это тоже миллиардики спишь, что все нормально делать. То есть у нас будут стоять красивые панельки на остановках и будет писаться вот трамвай, едет там-то, там-то. А как вот этот трамвай, который падает, который X5 размазает об стол, будет ехать вот там-то, там-то? То есть они взялись за все и одновременно. Мы тут вам и электронику, мы тут вам и скорость добавим, мы тут вам и новые вагоны. Давайте, может, как-то поэтапно. То есть сначала давайте признаем, у нас с рельсами беда. Рельсы все, их нет. Вот мы сейчас не будем делать ни люки, ничего, ни плиточку ложить, мы сделаем рельсы в году. 2016 год, год рельсов трамвайных в Одессе. Мы сделаем рельсы. В следующем году, я вам обещаю, мы купим новые вагоны. На все деньги, что у нас будут. Вот все на вагоны спустим. Тогда будет виден реальный результат. Они по чуть-чуть ковыряют там-там, результата нет, а когда что-то происходит, она музыку слушала. Ты знаешь, Игорь, я тебе хочу сказать, что, учитывая, сколько было вложено в реконструкцию Тираспольской площади для того, чтобы там сделать вот этот трамвайный круг, я боюсь себе представить, если придется реально подлатать вот все те промежутки трамвайных путей, которые в Одессе действительно нуждаются во внимании. Там не подлатать, там все переделать надо. По сути, нужно все перекладывать. Все новые рельсы нужно уложить. Потому что, ну, вот издевательство. То есть в Лузановке, там, эти трамваи, которые как по горбам едут, как американские горки. Чуть-чуть со скоростью не угадали, кривая скорость какая угодно. Ну, вот можно все на девушку списать. Но реально, если задуматься, как можно было развить там сверхбольшую скорость ночью вот там возле привоза. И как объяснить поломанные рельсы? Как объяснить вот это повреждение на металле? То есть об этом даже никто и слова не заикался. Сегодня господин примерно 20 километров. На каждом разберемся. А рельсы? Это что было? Это она от превышения скорости она придрифтовала так, что она протерла металл? Или как это объяснить? Никто же даже не старается объяснить. То есть нас уже просто задебил в деже. Ну, и даже я бы хотела сказать, что в принципе, часто достаточно бываю в районе привоза. И учитывая ту интенсивность людей, которые там переходят на этом перекрестке дорогу, да, и которые идут вдоль дороги, как угодно. Неадекватных людей. Потому что им мешает нормально ходить мафы по... Ну, вечером, я думаю, им алкоголь мешает там нормально. Я удив... Ну, я очень сомневаюсь, что женщина взяла на себя такую ответственность на 20 километров превысить допустимую скорость, понимая, что вот буквально пошатнувшийся дядя, который возвращается с работы не прямой дорогой, но через какое-то заведение, да, что он, не дай бог, пошатнулся, попал на рельсы, и она вот летит 35 километров в час. Если я не ошибаюсь, в том случае, когда на Старосиной погиб ребенок, тоже водителя обвинили, да, в конце, в итоге? Тогда обвинили вообще, там ситуация интересная получилось, обвинили маму ребенка, что она не усмотрела за ребенком, ребенка отпустили одного, ребенок выбежал. Нет, там где с рельсов сошел трамвай, там же у нас несколько было случаев. Вот крайний случай на Старосиной... Когда сбило просто ребенка трамвай. А было как... А, или молодого человека. Это молодого человека, она привокзальная. Молодого человека, она привокзальная. И тогда тоже водителя сделали крайним, если я не ошибаюсь, он тоже там что-то нарушил. Ну, как всегда, как всегда. Ну, вот мама, что мама. То есть, смотрите, они сделают, они говорят, скоростной трамвай, да хорошо, пусть он хоть 100 километров в час едет, но он упрется в Тираспольской какого-то барана, который оставит так же неприпаркованный автомобиль. Потому что, если это все решать, это решать в комплексе. Все, что могло бы спасти у нас в Одессе трамвая, метро, это монорельсово. Вот сверху пустить, и все равно бы что-то приключалось. Ну, люди у нас такие. Вот у нас говорят, менталитет невоспитанный, законы просто не работают, потому что по рукам слабо бьют. Эти все припаркованные Мерседесы, которые мешают проехать водителям трамваев. То есть, ну, в их положение тоже нужно выйти. Мы сняли... Я когда делал сюжет о том, что господин Жеман рассказал, мол, у них там по 10 тысяч зарабатывают. Я сделал такой шутливый сюжет, и с одной стороны мне было немножечко неприятно это делать, потому что мы ни в коем случае никогда рядовых работников ни в чем не упрекаем. Люди идут в холоде, в этих задубевших вагонах непонятных. Они идут, они там работают, пытаются, но потом после этого появилась реклама, что там зарплата от 6,5 тысяч гривен. И люди вынуждены сверхурочно ездить, вот и непонятно что, непонятно как. Просто подумайте о температурном режиме. А бабушки? Бабушки до последнего будут вот просто вот в ноги падать за то, что сделайте нам трамвай. Их перекрасят, их сделают чуть по-другому. Мы вам дадим график низкопольных трамвайов. Ну, спасибушку. Вот спасибо, что будет хотя бы график низкопольных трамвайов. А почему не все низкопольные? Ну, в чем проблема? То есть у нас график, когда вот человек с инвалидностью сможет куда-то поехать. Пожалуйста, вот по средам и по четвергам, а так, извините, посидите дома. Ну, а как? А почувствовать свою значимость. Вот ты выучил график, ты знаешь теперь этот график. А тебе... Зачем и щиты будут стоять электронные, красивенькие. Видимый элемент видимой заботы. Кстати, ты упомянул трагедию на Старостяной площади. Там, где произошло ЧП с ребенком, там поставили ограждение. Поставили метра три ограждения, на котором удалось в итоге повесить только памятную табличку с фотографией погибшей малышки. На этом, собственно, и закончилось все. Автобусы как там парковались, так и паркуются. Рельсы как были не огражденные, так и остались. Вот такая она забота. А сейчас там еще автостанция добавится. Они хотят разобрать весь этот хлам автобусный возле привоза и в других точках и собрать междугородние автобусы на автостанцию. Уже это проголосовано, одобрено. Которая будет идти вот как раз на оставшемся участке возле Старостяной площади. А если там еще будут автостанции со всеми этими очередями? Вот с дорогой проблему решили, да? Там машины не паркуются, люди не перебегают. Ограждения, когда делали Старостяную, убрали, там же были ограждения возле дороги. Теперь этих ограждений нет. Возвращать их никто не собирается, естественно. Ну, будет новый экстрим. Есть такой принцип игры русская рулетка. Будет одесский трамвайчик. Перебежи трамвайные пути и останься жив. Дойди до остановки своего... Ну, это квест уже на такой крови. С другой стороны, у нас люди запуганы, они уже ничему не возмущаются. Но действительно, вспомните, не знаю, во всей этой перипетии тех событий, которые у нас происходят вокруг, мы уже такими вещами не удивляемся. Еще буквально пять лет назад, чтобы вот так вот, после реконструкции, девочку, трамвай, маленькую, да мама виновата, хоть мама ей пинка там, не дай бог, дала. Да это просто такой бы хай был на всю страну. Теперь ничего страшного. Еще давайте денег. Да, мне кажется, уже начинает... Вот так сошел трамвай. Вот он просто по всей дороге привоза боком начал валить. Простите, но это именно так и называется. Собрал пять машин. Это резонанс какой должен быть. Слава Богу, извините, машина не любит. Она слушала музыку, извините, мы будем разбираться. И все. И вот вы увидите, мы сегодня об этом поговорим, завтра поговорим, и все забудут до новой трагедии. А новая трагедия будет, обязательно будет. Александр, мне хотелось бы обратиться к вам, очень много на самом деле сказано, как юрист. Скажите, пожалуйста, на самом деле, не слишком ли украинцы, особенно одесситы, привыкли к ситуации, что, ну, вот такие моменты с городским транспортом, ну, это норма жизни. Как часто к вам обращаются, и как часто люди хотят добиться справедливости? Вы знаете, довольно-таки часто. Но насколько привыкли, мне тяжело об этом судить, потому что я также каждый день выслышиваю десятки людей, и мне, я уже, скажем так, у меня уже самого, наверное, деформируется в этом плане профессиональная психика, поэтому судить мне об этом тяжело. Количество происшествий постоянно увеличивается. Для себя я уже не понимаю, почему. Грубые нарушения не уходят, ни с новой полицией, со старой, понятно. Ничего не происходило, не были настроены ни на уменьшение. А вот ситуация с городским транспортом, насколько часто к вам обращаются, вот когда происходит ЧП с городским транспортом, попадают в ДТП люди именно по вине наших, скажем так, коммунальщиков? Я вас понял, крайне редко. Крайне редко, потому что люди почему-то в этом плане не привыкли отстаивать свои права. То есть люди считают, что вот попал он в ДТП с трамваем, ну да бог с ним, никто все равно с них не сыщет, они и так убоги, откуда у них деньги, чтобы заплатить за машину. Примерно такая психология. Примерно такая, да. На самом деле это в принципе неправильно, ведь у нас, судя по отчетам, довольно богатые коммунальные предприятия, отвечающие за городской транспорт. И в принципе они по закону должны и они могут физически возместить существенный ущерб. Могут и должны, да. Но тем не менее. Дело в том, что даже когда люди, ну жизни и здоровью людей причиняется ущерб в городском транспорте, они и в этом случае не обращаются. То есть настолько это редкие моменты, мне удивительно, я не могу ответить на это. Ну если у нас люди выживают, последнее время выживают, значит процесс выживания, он подразумевает максимальную рациональность, максимальную собранность и максимальную рациональность твоих действий. Ты не будешь тратить энергию попусту. И у нас просто все люди считают, что нерационально судиться с коммунальным предприятием, потому что они все на грани банкротства официально идут, и ничего не получится и так далее. Человеку проще сделать свой ремонт. И так во всем. И эта психология, она у нас в голове, она будет в голове. Мы привыкли, что у нас бедное государство, у нас бедный город, у нас пустая казна, у нас никогда ни на что нет денег. Люди не вдаются в подробности, сколько денег тратится на мишуру, на какие-то непонятные реконструкции, что на самом деле заплатите всем, кому ветки на машины попадали. Ведь когда был ураган, попадали ветки на машины, почему-то в мэрии никто не расписал четкую пошаговую инструкцию, а вот как вам нужно обратиться, чтобы вздрючить нас на деньги? Никто. Никто об этом не подумал. Только потом другие политические партии на этом пиарились. Оказывается, нужно было сразу людям пойти и вполне возможно было компенсировать эти разбитые машины и разбитые окна и так далее. Но никто об этом не задумался. Так же будет и здесь. Люди подразумевают, что нет смысла идти обращаться в суд. Потому что, во-первых, каждая судебная инстанция, чтобы тебя представлял юрист, должен платить деньги. У них есть штатные юристы, у этих всех коммунальных предприятий. Они не будут платить деньги. Они могут судиться годами. А человек не хочет в это вписываться. Но здесь есть какой неправильный момент. Если люди все-таки будут подавать эти иски, если эти иски будут копиться, то в определенный момент у нас человек хочет получить результат. Он хочет получить результат максимально быстро. Мы хотим засунуть рубль в бизнес, вытащить три завтра. Мы хотим, чтобы все было вот четко, как у нас в голове. Мы не думаем на перспективу. Если сейчас все начнут подавать суд на городскую власть, на мэрию, это же юридическое лицо, юридическое лицо, на каждое коммунальное предприятие, на каждое ЖКС, которое не выполняет свою работу, эта кипа исков до такой степени уже дойдет, что им сложно будет. Все их юридические отделы будут работать на то, чтобы отмахиваться от этих исков. И в определенный момент что-то у них начнет внутри ломаться и меняться. Не то, что... А потому что они подумают, да давайте мы начнем жить по-хорошему. Выбора не будет. Оно все закиснется, не сможет нормально работать. Потому что деньги любят тишину. И деньги, которые деребанятся во всех этих коммунальных предприятиях, тоже любят тишину. Если у нас соберется вот 100 прецедентов, допустим, вот групповой иск от 100 человек, там групповой иск от 100 человек. Люди, вы не можете по одному нас собирать деньги, чтобы в суд подать? Вот ищите своих единомышленников. По форумам, по ласти. Ведь таких проблем-то уйма. Соберутся 5 человек, не дай бог, несколько будет с летальными случаями. Да, я думаю, может дойти до того, что директора предприятия, того, который отвечает за техническое состояние трамвая, того, который отвечает за техническое состояние полотна, тот, кто выпустил этот трамвай на маршрут, тот, кто выпустил этого водителя на маршрут, тот, кто ему корочку давал, кто-то должен быть уволен. Вот давайте по итогу задумаемся, кого уволят, кроме этого водителя, в лучшем случае. Ну, понимаете, здесь еще в чем вопрос? Уволить, как по мне, это слишком просто. Человек должен компенсировать, ответственный человек, должен компенсировать тот вред, который он причинил. Касательно вашей позиции, я с ней полностью согласен. Я также считаю, что когда накопится какая-то критическая масса исков, просто юристы уже не будут успевать от коммунальных предприятий ходить. Ну, скажем так, они юристы специализированы, я видел эти документы, которые они составляют, есть у меня сейчас один интересный процесс, как раз с инфокс-водоканалом. Я в него вступаю только в апелляционной инстанции. Из-за того, что был люк кустарного производства на улице Балкасской, новенькая Мазда CX-5 просто взлетела. Взлетела, кувыркнулась и была положена на бок. Так вот, почему не хотят наши люди судиться с коммунальщика? Потому что для того, чтобы доказать свою позицию, нужно, ну, юриста нанять, это само собой, нужно запастись определенным количеством и видом доказательств. Так вот, все эти доказательства будут сосредоточены в руках коммунального предприятия, которое даже на определение суда реагировать не будет. Должным образом. То есть, или не принадлежит люк к фокс-фодоканалу? Никто не знает. В итоге, пройдя год суда первой инстанции, так выяснено, это и не было. Человек выиграл из, но тем не менее. Ну, это частное предприятие. Можно начинать с этого. Это как бы не коммунальное предприятие, это частное предприятие. Здесь просто возможны заголовки. Представьте себе, что одесситы судятся с КП в город Электротранс. И их вот так вот отшивают. Да все СМИ с радостью подхватят. Это такой информационный повод. Вот как отшивают одесситов, которые пытаются добить правду. Вот один герой, который появится. У нас есть дело Грациотово. Человек заступился за свою девушку, человек убил случайно в драке. Шесть лет понадобилось, чтобы уже дошел до Генеральной прокуратуры, и Генеральная прокуратура сверху спустила отказаться от объединения. И то еще не факт, что это все закончилось. Но вот он один нашелся, уперся рогом, хотя он мог бы расписать бумажки, признать вину и оказаться все равно на свободе. И пошел до конца. Я иногда себе представляю ситуацию, когда вот с подобными исками и претензиями обращаются все одесситы, чьи машины пострадали во время вот наших постоянных ливней. А должны ли? Да, а на Балковской машины просто тонут. Вы понимаете, вот сейчас мы говорим о пяти автомобилях, да? Слава богу, не о жизнях. Количество автомобилей, испорченного личного имущества одесситов, когда вот затапливаются эти улицы. Я не могу до сих пор для себя ответить на вопрос, почему этого не происходит. Потому что люди, я же говорю, нерациональным это считают, нецелесообразным. Стоимость ремонта автомобиля, у нас все привыкли, да, судиться с государством невозможно. Это вот в американских фильмах, там, мистер Джонс против штата Айдаха и победил, и все. Это прецедент, он создан. У нас какие-то такие прецеденты есть. Но у нас вот пока не начнем, их и не будет. Потому что до определенного момента, если этот КП, Горэлектротранс, человек, не знаю, ногу сломал в трамвае, по вине, допустим, трамвая, выпал, еще что-то произошло с ним, да не знаю, он просто заболел. Можно зайти с термометром и посмотреть, какая температура в трамвае зимой. Когда на улице минус 10, в трамвае сколько? Минус 9, наверное. Вот надышали один градус, и слава богу. Когда копеечками люди стирают в маршрутках, в трамваях, просто со стекла лед, это нормально. Мы фотографируем плесень, выкладываем как приколы, когда вот одну маршрутку, убрали с маршрута, все начали фотографировать плесень. Нужно дать толчок. И все начинают сразу же это делать. То есть должен быть появиться первый. Вот если человек на этом экспятом, если у него, конечно, все в порядке с документами, с автомобилем, опять-таки, если он начнет эту судебную тяжбу, то подключатся и другие потерпевшие, подключатся журналисты. Как прецедент можно. Вот сможем размотать на деньги это КП или не сможем? Или вот все расскажут этому бедному водителю, который получал 5 тысяч. Вот безнадеги, там, не знаю, под музычку в трамвае с удовольствием, наверное, ездили. Ну, я, конечно, очень надеюсь, что в скором времени такие прецеденты будут. Не потому, что я хочу кому-то бросить вызову, потому что мы должны потихоньку привыкать к той мысли, что защищать свои права согласно букве украинского закона это нормально. И необходимость. И необходимо. И чем больше таких людей будет становиться, тем скорее мы приблизимся к той замечательной правовой жизни, о которой мы все мечтаем в Украине и хотим здесь жить. Ну, извиняюсь за тавтологию, в конце концов, это наше право прописанное в той же Конституции. Наша единственная возможность защиты. Надо перемены начинать с себя, действительно. Если мы начнем перемены с себя, то дальше уже будет немножко легче. Я напомню нашим телезрителям, что они смотрели вечер на седьмом студии. Для вас работали Наталья Костенко и Сергей Бандур. А говорили мы об экстремальных выходных, которые выдались в Одессе и в Одесской области. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Не переключайтесь. Дальше будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова